Друзья, хочу вам показать вот такие конфеты. Покупал я их на Валберес, гастроном Вкусневич. Очень вкусные конфеты, и такие в наших магазинах не найти. Только можно найти на Валберес, вот именно у Вкусневич. У них там столько вкусной продукции. Вот такие конфеты, они приходят в упаковочке. Упаковка все закрыта мощно. И что хорошо, каждая конфета, она вся вот упаковка. Их здесь много, друзья. И каждая конфета ты можешь взять куда-то с собой. И так Горь взял, или там детям дал, побежали в школу. И они, ребят, конфеты вкуснее, что я вам сейчас покажу. Вот такая большая пачка. Я их заказывал на Валберес. Такие шоколадненькие, и они такие вкусные, такой нежной начиночкой. Я вам сейчас покажу внутри. Ну и составы, если вам интересно, можете почитать вот здесь составы этих конфет. Поставить на паузу и прочитать. Да, Макс, ты такие еще не пробовал, но они классные конфеты. Такие в магазинах нигде не купишь. Скажи, Мишанин. Вот. Упаковочка открывается, конечно, двумя руками. Это такая конфетка, видите, она кругленькие. Они похожи на арахис что-то, жевательные, да? Да, прям интересно. Бери, бери. Типа какао, что бы. Удобно, в школу, смотри, с собой возьмешь, вон, двое с собой. И будешь там угощать всем. Ну да, вот чё-то типа какао. И главное, недорогие, недорогие. Ну да, чё-то типа какао. Вот там мармелад, там вкусно. Ммм. Мне прям вообще офигенно. Они такие жевательные. Хочешь ещё, ещё, да? Да, заманивай. Ну, посмотри, чё внутри. Ну-ка, покажи, чё внутри. Там такой, знаете, жевательный мармелад что ли. Мармелад. Мне хочется ещё прямо. Мне тоже. Бери, возьмёшь с собой горсть. Да, да, вот как раз сейчас возьму, вспомнился, горсть погрызу. Как степички. Они похожи на вид, такие, как будто, знаете, такие арахис-конфеты. Но на самом деле они мягкие. По любым зубам. И бабушке, я думаю, понравится 100%. Вот чё, прям вкусно. Хочешь, да? Ну да, прям интересно. Ну, как будто... Наподобие какао, кофе, может, чё-то такое. Нет, только бы нет. Больше на шоколад похоже. На шоколад похоже. Больше на шоколад такой, лёгкий, нежный. Немножко жуётся. Просто вкусно и хочется ещё съесть. Вот такие заманчивые конфеты, да? Ну да, ещё съем. Лерей. Гастрономия вкуснее, ведь там много всего вкусного. И главное, заказать очень просто. Открыли, заказали, на другой день уже получили. Очень просто, друзья, вот поверьте. Но я ссылку в описании оставлю под видео. И там найдёте, где приобрести эти конфетки. Ну и оставлю, возможно, ещё в комментариях, чтобы вам было удобно найти, где приобрести эти конфетки. Попробуй конфетку. Скажешь, а пишешь, как вкусно, невкусно? Я тебе уже развернул её с обёртки. На работу с собой возьмёшь, он горст. Прикольно, да? Прикольно, да? Угу. Такие жуются, приятненькие, нежненькие. Как бы шоколадик какой-то такой, да? Так вот нежно. Вкусные конфеты, друзья, это правда вкусные. Попробуйте. Потом напишите, понравится она вам или нет. Но я уверен, что они вам понравятся. Очень вкусные. Понравятся как и детям, так и взрослым. Маруся, какой сегодня праздник? 26 октября 2024 года. День тыквы, день кутанья в пледы, праздник приятных неожиданностей. О, день тыквы? День тыквы, как и многие другие праздники, имеет корни в древних кельтах-языниках. Всем привет, друзья! Привет! Сегодня мы будем готовить с Максом. Тыкву будем готовить. Вкусные из неё блюда. Ну, такой, знаете, десерт. В интернете посмотрели, один нашли рецепт. Хотим попробовать сделать. Надеюсь, получится. Ну, и судачкову. Помните, судачкову поймал я тут как-то на ке. Так они лежали в холодильнике. Я уже судачкову пожарю на ужин. Ну, и с тыквой у нас самая такая будет интересная тыкву. Первый раз из неё будем делать такое блюдо. Взяли такую зелёную. У нас тыквы вообще много. Ну, и будем делать, да, Макс? Всё, приступаем. Моем тыквочку сначала первым делом. Как арбуз. Как арбуз, обязательно. Разрезаю её напополам, как она там внутри. Аккуратно, смотри. Тыкву резать, кстати, тяжело. Это не арбуз. Арбуз надавил, он хлоп и разрезался. А тыква, она такая, она упругая. Аккуратней, аккуратней. Я тоже профессионал, но давай ты сам разрезать её. Я-то их перерезал одно время много. Мы их кормили тыквами, тыквами поросят в детстве. Ну, это не поросят, а давали хозяйство. Аккуратно на доске. Говорим, она такая тяжёлая. Это такая чисто мужская работа. Мне интересно было посмотреть, как она внутри. Жёлтая, ребят. И запах-то уже пошёл. А какая красавица. Это я просто думаю, зелёный на вид, думаю, как же она внутри будет. Думаю, бледная. А нет, ребят, красочная. Смотри, уже сок пошёл. Да, вообще сказочная. Ну что, режем пока на дольке? Да, первым делом отрезаешь, ну, как вычищаешь внутренность. Вот это. Убираешь куда-нибудь. Ну, в сторонах, потому что семечки на эти скушаем. Они вкусные, я их люблю. Они высохнут, мы их сидим. Да, посушить. Посушить, да. А это всё убираешь, это выкидывается внутренность. Шкурку потом счистим. И режешь на дольки, на кусочки, на всякие. Ну. Чтоб было легче её валить. Семечки хорошие, да? Да, крупные какие большие. Хорошая сорт тыквы, хорошая. Ну, какая красавица. Ну, а семечки так, раз, выбрали. А теперь, Макс, вот так просто берём её, раз, и вот так счищаем. Маленьким ножом лучше. Я уже так делал раньше, вот такие, Макс, чем большие. Большим хорошо большие части разрезать. Всё. И вот так на кубики. Раз, два, три, четыре. Сразу в кастрюльку надо кидать, наверное. Макс, шурку сейчас сначала счистим, сначала сверху. Сначала счищаем. Ну да, так легче будет. Ну, а пока Макс занимается тыквой, я судачков порежу на кусочки. Вот они отморозили, сейчас их надо порезать. Вот так, судачка. И на кусочки. Всё, судака порезал. И просто солью посыпаю. Просто солью, ничего больше. Никаких приправ сыпать не буду. Так хочу специально сделать. Как раньше, в советское время, я помню, мы делали. Никаких приправ ничего. Ну, там был в автомате, конечно, тушили. А так, без приправа особо-то и делали. И ели с удовольствием. Всё, полежит немножко, вот так просолится. И будем её готовить. Теперь заливаю водой. Да, теперь заливаю водой. Ну, вот закрыть просто водой, чисто залить её. Такие кусочки тыквки. Просто залить её, чисто, чтобы она была в воде. Ну, да, красивая тыква, красиво, что тут говорить. Всё, хватит, Макс. Нормально, не надо больше. Всё, она сейчас маленькая провалится. И всё, видишь, всё. И на газ убираем. Варим её до готовности. Тыквочка у нас закипает. Просто снимаем накипь вот эту вот лишнюю. Вот такую и снимаем, и всё, и выкидываем. А мы жарим рыбку. Рыбу я почему жарю просто в соль, я вам скажу позже. Пока просто в соль, мука, больше ничего. И на сковородочку. Так, голову попозже я кину. Судачка, ребят, судачка. Судачок вкусная рыба. Ну, пасы кто-то не любит, кто-то говорит, а я вот судака не люблю. А мне нравится судак, вот такое белое мясо, светлая рыба такая, хорошенькая. И кости немного. Он такой костлявый. Всё, сковородочку жарим рыбку. А теперь пора пенку снимать. Кстати, тыквочка варится очень быстро. Буквально 10 минут. Закипело 10 минут, всё, она готова. Она уже протыкается легко. Ну, и всё, можно выключать тыкву. Ну, а тыкву воду всю сливаем. А нам не нужна вода. Всё, выливаем, чтобы была сухая-сухая тыква. Порывка у нас. И глазачиваем. Мне нравятся такие щипчики, удобно им не получать. Раз, два и готово. Если не нравится, так перевернем. Чтоб продолжение руки. Ну, а теперь её блендером, тыкву. Как раз она испарилась, вода ушла. Блендером от себя в пюре, делаю её и всё. Теперь берём пол лимона и выдавливаем сок. Я пока отдельно, потому что косточки выпадут. Я не хочу, чтобы они туда падали. Они там совершенно не нужны. И пол лимона выдавливаем сок. А косточки потом ложечкой легко выбрать отсюда. Всё-таки я чуть через ситицы пропустил сок, потому что там есть мелкие-мелкие косточки. И выливаем сюда пюрешку. И сахара по вкусу. Я добавлю такой вот черпачок. Всё, больше не надо. Среди сладко тоже не хочу, чтобы было. Это нормально будет. Перемешиваем и ставим на газ. Ну и рыбка готова. Красавица такая. Головы отдельно. А части рыбы отдельно. Пюре у нас пока закипает на газу. Теперь надо развести агар-агар. Ну, знаете, такой. Это как желатин, только агар-агар. Покупается везде, во всех магазинах он продаётся. И разводим, как здесь написано, так и делаем. У меня 10 грамм. На это количество мне как раз нормально. Тыква закипела. На маленьком огонёчке тихонько кипит. И агар-агар тоже закипает. Сейчас закипит. Убавлю газ. И буквально 3 минутки я его ещё подержу на газу. Всё, агар-агар готов. И выливаем его в эту массу. И ещё маленько поварим. Перемешиваем и немножко ещё поварим. Тыкавку нашу минут 5 ещё. Ну и заливаем форму. Я в силиконовую форму залью смазанную маслом растительным. Вот так. И пускай я на балкон уберу, пока у меня постоит на балконе она. А потом уберу в холодильник. Потому что ещё сразу убирать горячее. Вот почти всё влезло. Чуть-чуть. Но это можно уже куда-то убрать. Даже можно ещё добавить. Вот так. Всё. Вибраем в холодильничек. А макарошки я вот так бывает делаю. Ну это рыбе. Хотел картошки дать. Сейчас не хочется чистить. Вот так макарошки сначала обжариваю. До такого цвета. Вот видите, вот такие коричневые должны быть. Знаете, как вкусно получается? Главное просто. Не надо не промывать ничего. Так обжарили. Такого цвета. И заливайте водой. Вода выкипела и всё готово. Ну и соли посыпать. Польше ничего не надо. Получается вкусно. Рассыпчато. Ну и масло растительное сначала. Чуть-чуть. Остаток воды я слил с макарон. И кинул со сливочного масла кусочек. Воду слил. Так чуть-чуть испарилась, чтобы ещё. Макарошки получали, знаете, как вкусные. И сейчас я ещё в конце в самом покрошу сюда сырку чуть-чуть. Немножко сырку. И макарошки с каской. Можно, конечно, потом добавить. А потом уже остынут. Всё просто и быстро, главное. Друзья, почему я рыбку жарил без приправ? Потому что у меня есть вот такой сладкий чили соус. Взял я его на Валберес. В гастрономии вкусневич. Ну, я вам показывал. Соус вкусный. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Приходит такой бутылочки. Вот выглядит. Он подходит очень хорошо для курицы. Я уже пробовал. Для курицы вообще сказка. Ну, и можно и рыбу также подавать. Всё, что угодно. Обмакиваете и кушаете. Сейчас покажу, как он выглядит. Вкуснейший соус, друзья. Правда. Вот, смотрите, соус как приятно пахнет, друзья. Прямо перцем таким приятным пахнет. Видите, он какой? Тут прямо нарубленный перчик. В этом соусе. Вот так выглядит. Вкусный соус. Это правда, поверьте. Этот соус знаменитый в Таиланде. И он очень подходит для курицы. Ну, я вам говорю, повторюсь, что он подходит для всего, в принципе. Ну, считается, что больше как с курицей всё-таки. Вкусневич ассортимент вкусных продуктов, которые всегда под рукой. Заказать просто, друзья. Ссылку оставлю на Валберес. Переходите, заказывайте. На другой день вам доставляют. Очень просто. Вкусный соус. Ссылку на соус я оставлю в описании под видео. Ну, или в комментариях. Сейчас козлочку беру. Там козлочек нет почти. Прямо вот взял кусок рыбы, какой тебе нравится. Вот так вот. Хоть курица, хоть оно как. С рыбой. Толстно. Ну, чё? Ну, прям реально. А то теперь видишь, как ты рыбу ешь. Вот так вот, друзья, рыбу особо не доставите есть, бывает. Не хотят. А так вот берешь рыбку, обмаскиваешь соус. И сразу вкусно, да? Да, такой легенький, острый. Сладко-острый. Да, сладко-острый. Сладкий такой. Кому как, да? Не, по мне, такой, значит, показался сначала сладким. Сначала показался сладким. Ну, приятно. Приятно. Сладкий, чили называется? Да. Нормально с рыбой же, да? Ну, да. Валечательно. На улёт. Конечно, курицей попроще, потому что костей нет. Сейчас сейчас кажешь добавки, пап, давай. Ну, это рыбка идёт ход, да? Угу. Угу. Вот. А там лишь, пока я гулял, мы сейчас делали вот, Максом, с тыквы блюдо. Угу. Ну, это будем завтра пробовать. Поним? Угу. Садный десерт будет у нас такой. Нет, с рыбой вкусно, ребят. Такой вкусный соус, да? Ну, да, пойдём. Ну, приятный такой. Приятный. Не, именно раз в чили. Вот так, что хорошо, вот, кость центральная в основном. Ну, есть, конечно, косточки, но не сильно. Ну, ты прямо так небрежно с одной тарелки, можно сказать, так. Блюдо. Тарелка для рыбы. Нет, вкусно, правда. Рыба вкусно. А ты говоришь, не, не, я хочу курицу с рыбой вместо рыбы. А вкусно же, да? Ну, да. Замечательно. Ну, ладно, поужинаем. Ну, да. Надо мамку с бабушкой сажать. В принципе, да. Чтобы рыстолить. Не, а остренькое всё-таки так. А оно... Ну, я не скажу, что про мусор, но про вот всё, что нужно. Ну, в принципе, да, ты правильно говоришь. Видишь, как он и с хлебом его, и с макаронами, и с рыбой. Ну, это вкусно. И с перчиком. Вкусно, я? Угу. Он такой... Сейчас почувствуешь дальше. Да, да, да. Он такой мне нравится. Прикольно, да? Ну, да. Он мне прям уж в жар бросил. Прихиня. Ну, так приятно. Вроде не и осли, кажется. Могут готовить. А тебе как? Первое, я попробовала халапеньо с солстрым соусом. Знаешь, как ты? Вот и ты зря халапеньо. Халапеньо ты уже чересчур, Миш. А соус... Вкусно, вкусно. Не стал я на балкон убирать. На окошко вот так поставил. И уже вижу, вот маленько начинает густеть. Вот здесь уже, видите, как загустело. Всё. Ну, надо где-то часов 5-6, чтобы оно остыло. Потом в холодильник убираете, и оно остывает. Но я оставлю просто в холодильнике до утра. А уже утром попробуем. Ну, для нас это ночь, а для вас секунды, друзья. Ну, для вас секунды, друзья. Ну, для вас секунды, друзья. Попробуй и скажешь, что на вкус. Ну, как? Попробуй ещё. Хорошо. Расхожий. По твоим зубам вообще идеально, правильно? Мягенько. Что, вкус тыквы? Ну, какое-то кисленькое чуть-чуть, да? Такое немножечко. Сладенькое. Я ещё медком чуть-чуть сверху полил. Это я уже сам тут придумал. Можно делать. Ну, и главное, ничего сложного. Делается, в принципе, легко вообще. Вот такая пирамидка. Нормально. Ну, кто любит тыкву, тому, конечно, понравится. Кто не любит тыкву, категорически, то, я думаю, не понравится. Потому что прививку с тыквой всё равно есть. Небольшой. Вот, бабушка, ешь. Вкусно. Такая тыковочка нежная-нежная, да, бабушка? Даже необычная. А будто какой-то... Не знаю, даже бабушка, мармеладик какой-то, да? А будто какой-то мармеладик со вкусом тыквы. Ну, такой, не знаю, вкусный очень получается. И мёд, кстати, дополняет. Очень даже классно. Вот я не зря мёдом полил немножко. Такая получается медовая тыква. Вот просто завтрак уже был. Первом год отъеду. Да, полезно. Смирен, бери кусок целый, пробуй. Ржуй. Вот, попробуй. Ну, как? Ну, да, прикольно. Ну, так, нежно, прикольно, да? Ну, пойдёт, пойдёт, да. Вкус тыквы? Я мёдом ещё полил сверху. Не, ну, интересно, довольно пойдёт. Мармелад со вкусом тыквы. Чё-то да, похоже. Какой-то мармелад со вкусом тыквы. Мармелад как тыква. Да, и такой нежненький. Ну, нормально, можно так иногда побаловаться. Не то, что прямо. Ну, можно, согласен, пойдёт. Да. Прикольно тема. Ну, если кто-то тыкву не любит, я думаю, кто-то не захочет. Ну, да, да ещё причём тыкву не любит, я думаю, допустим, кто любит тыкву, он её за радость съест. Кто любит вообще за радость, это я согласен. Всё.